Добрый день, дамы и господа! Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. И наша недельная глава называется Ноах. И так сложилось в этом году, что глава Берейшис, первая глава Торы, которая открывает новый 5778 цикл нашего чтения, нашей Святой Торы, она выпадала сразу после праздника, поэтому не успели об этом поговорить. И мы с радостью, надеюсь, начинаем наш новый цикл сразу с главы Ноах, со второй главы Торы. Ну, все знают историю главы Ноах. Ноах был правильным человеком, который построил ковчег, спас человечество от потопа и так далее. Но, когда Всевышний дает указание Ноаху, как строить ковчег, он дает ее в мельчайших деталях. Все продумано досконально. Какие этажи, кто на каком этаже, какого размера, длины, ширины, как просмолить корму этого корабля, ковчега, даже какие ровные, точные размеры, окошко, которое нужно сделать. И Ноах все скрупулезно выполняет и строит этот ковчег точно без каких-либо изъянов по тому, как ему сказал это Всевышний, в мельчайших деталях. На самом деле, в Торе упоминается еще одно строение, которое, на самом деле, не очень понятным образом, абсолютно техническим языком для Тора передается в его мельчайших значениях. Это строительство временного храма. Что самое интересное, и постоянный храм в Иерусалиме. Говорится, что царь Соломон, который заканчивал строительство храма, начиная царем Давидом, ему Всевышний показывал в пророчестве каждую деталь о том, как храм должен был выглядеть. И как временный храм, который был построен под руководством Моше, был построен в тончайших деталях по указанию Всевышнего, точно так же и временный Иерусалимский, и постоянный Иерусалимский храм царем Соломоном был построен точно так же. Вопрос, что общего между ковчегом и между храмом, почему оба они так детализированно объясняются в нашей святотуре. На самом деле, что такое был ковчег? Ковчег это было место, где творения даже в узком количестве, в маленьком количестве, спасались от, на самом деле, от самих себя, потому что потоп был приведен как наказание за то, что мы с вами творения накуролесили в этом мире. Творения, которые не смогли ужиться друг с другом в этом большом и сложном мире, которые убивали друг друга, кушали друг друга в ковчеге, в узко взятом пространстве, смогли сидеть вместе и волк, и овца, и лев, и трепетная лань. Но самое главное, даже в формате одной семьи, люди достаточно долго смогли уживаться друг с другом. На самом деле, то же самое параллельно мы можем провести и с храмом. Что происходило в храме? Храм, когда Всевышний дает нам заповед строительства, храм, который релевантный по сегодняшний день, говорит, построите на храм, и я буду находиться в вас. Или другими словами, храм это было место, где мы находили мир со самим Всевышним. Потому что в этом сложном, комплексном мире, непонятном для нас, мы не могли понять Всевышнего как такового. Но тогда, когда Всевышнего укладывали в это абсолютно измеренно точное и вымеренное пространство, то там был полный мир между человеком и Всевышним. Почему так? Почему именно в таких вымеренных, казалось бы, материальным образом местах, детализированных местах, как ковчег и как храм, находился этот мир? На самом деле причина именно в этих деталях. Или как сказал Майис фон дер Роге, если я правильно произношу, немецкий, американский архитектор, о том, что Бог, он в деталях. Сказал он это тогда, когда строил один из кампусов в Оксовском университете и ходил, проверял даже, какую посуду будет использовать в столовой этого кампуса. Вы спросили, это вы все-таки архитектор, руководитель проекта, зачем ты досконально так проверять такие детали, которые к зданию как таковому не имели никакого отношения? И тогда он искал свою крылатую фразу, Бог, он в деталях. Именно тогда, когда абсолютно точно и вымеренно, так как нам сказал это Всевышний, в этом материальном мире, в этих материальных измерениях мы строим это пространство, там мы находимся миром друг с другом, там мы находимся в мире со Всевышним. Возникает вопрос, Всевышний нам дает детали о том, как строить этот мир, как строить свою собственную семью, как строить свой собственный дом, Как строить самого себя? Почему мы часто так считаем, что этими деталями можно пренебречь? Он нам дал 613 завтра и сказал, вот, вот вам точное измерение, как устраивать свое пространство. Почему же мы часто пренебрегаем этими деталями, когда мы строим свою собственную семью, свой собственный мир, самих себя, в конце концов? На что мы надеемся? Может, на какую-то русскую авось? Дамы и господа, Бог, он в деталях. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok